Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном объекте мы закончили работы по монтажу фасада. В данном видеоролике покажу вам детали наших работ, расскажу о материале и о нюансах монтажа. Пойдемте посмотрим. Друзья, начну обзор с одной стороны дома, поскольку она очень близко находится к забору. Я вышел за территорию и покажу вам детали, небольшие работы с данной стороны. На фасаде мы применили три вида японских панелей. Вблизи покажу вам, как они выглядят, какую они имеют фактуру. Ну а здесь пока вам покажу, как дом смотрит со стороны улицы. Вот здесь у нас получается тоже задняя сторона. Вот такой получился красивый дом. Ну, сейчас пройдем на участок и покажу вам уже все вблизи. Ну что ж, вошел я на участок. Вот такая вот у нас получилась входная группа. Вот эту вот часть дома я показал, как она выглядит издалека, непосредственно за забором. Какие, собственно, панели мы здесь применили? Первое. Это вот такая вот интересная у нас панель КМЕ под декоративную штукатурку. Очень приятная фактура. Смотрится очень натурально. Каких-либо открытых мест креплений здесь не видно, но на самом деле они есть. Далее также применили вот такой вот вид панелей, имитирующая фактуру дерева. Вот так вот она у нас выглядит. Очень хорошо она ее повторяет. И применили вот такой вот вид панелей под камень. Что касается мест крепления, разумеется, они были. Данные вот эти вот панели, именно вот эта коллекция, которую мы применяли от компании КМЕ, она крепится на гвозди. Соответственно, гвозди будут видны. Но в связи с тем, что поставщик не мог привезти оригинальные гвозди, мы применили специальные саморезы, которые часто используем при монтаже фиброцементного сайдинга декор. Что касается самих стыков. Есть у нас вот такой вот переход от белого цвета к коричневому с фактурой дерева. Разумеется, будет вот такой вот шов. Шов вот этот заполняется специальным герметиком. Герметик здесь применяется оригинальный, от производителя панелей. Видим, что шов на панели, который имитирует фактуру дерева, по цвету он абсолютно идентичен с примененным герметиком. Стыки панели какие-либо по горизонту. Их, в принципе, нету. Они не видны. Ну, а все стыки по вертикали, они заполняются герметиком. Ну, смотрятся очень монолитно, когда уже герметик полноценно заполнен. Специальный паз. Имеются, конечно, вот такие вот стыки. Это единственное видное место на японских панелях. Такая вот особенность материала. По горизонту их нет. А по вертикали делается стык. Наносится он специальным резиновым шпателем. Шпатель должен быть обязательно мягкий. Для того, чтобы мы с вами повторили полноценно фактуру панели. Ну, вот этот данный шов можно разглядеть только с близкого расстояния. Опять же, вблизи. Издалека его будет уже не видно. Покажу вам сейчас другую часть дома. Как я уже сказал, горизонтальный стык не виден. Имеется у нас только вот такая вот вертикаль. Саморезы у нас все спрятаны, которые мы применили. Нигде они у нас не видны. Выполнили таким вот образом декор, чтобы шляпки у нас не торчали и не привлекали внимания. Вот у нас получается задняя часть дома, где имеется двор. И так вот выглядит красиво фасад. Что касается обхода окон. Сейчас вам тоже подойду к окну, покажу небольшие детали. Как выполняется обход окон, зарезается панель под 45 градусов. Потом делается вот здесь специальный вот такой вот паз. И паз заливается непосредственно герметиком. Поэтому каких-либо щелей, зазоров в этом месте нет. Вот так вот выглядит аккуратно обрамление наружного угла. Установили, естественно, отливы. Открытых мест с торцов у нас каких-либо нету. Все монолитно. Специально всегда их закрываем. Вот такой вот способ. Он более безопасный. Особенно это касается окон на первом этаже. Чтобы никто не прошел мимо. Никогда есть открытый здесь металл. Можно порвать одежду. Ну или просто повредить руку. Такой вот способ. Он абсолютно является безопасным. Зацепить одежду. Или, не дай бог, повредить руку. Практически от него невозможно. Вот так вот у нас опять же имеется еще один шов. Сейчас уже солнышко садится. Снимаю вечером. Есть небольшой блеск. Но опять же вот блеск на этом шве. Это абсолютно временное явление. Немного он сейчас в дом постоит. И, собственно, герметик станет вот этот вот более матовым. И меньше станет выделяться от основного фасада. И таким образом бросаться в глаза. Какой есть очень важный момент. Вот с вот этими вот всеми герметиками, грунтовками. Которые необходимо применять по технологии производителя. Можно только работать в плюсовую температуру. При минусе категорически это делать нельзя. Это запрещено. Иначе он просто-напросто отвалится. Что касается цоколя. Такой вот цоколь, как я уже сказал. Имитирующий камень. Мы применили. Ну, а монтаж всегда начинается с остановки отлива. Применили вот такой вот материал. Машка здесь есть. Пыль. Применили вот такой вот материал. Это у нас драп. От компании Grand Line. Матовый. Вот так вот он смотрится. Цвет подобрали практически в цвет фасада. Не бросается. Также применили небольшую планку металлическую для примыкания фасадных панелей непосредственно к софиту. Так как у нас софит уже был подшит. Водосток был сделан. Собственно, выгнали специальную планку и обеспечили надежное примыкание. Каких-либо здесь вот щелей, зазоров у нас с вами нет. Вот еще одно окно. И вот здесь вот окно на белом фоне. Вошли с помощью белых, собственно, панелей. Залили также углы герметиком. И установили белый отлив. Такие вот работы мы провели на данном объекте. Вот так вот вживую выглядит фасад из японских панелей. Как уже сказал, здесь три вида панелей. Первый цвет – это основной у нас белый, имитирующий декоративную штукатурку. Коричневый цвет, имитирующий фактуру дерева. И на цоколе применили панели, имитирующие камень. Вот такой вот в итоге вышел красивый фасад. Всем пока. До скорых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...